В начале немного статистики. За 9 месяцев этого года в Лельческом райисполкоме зарегистрировано около 170 обращений – письменных, электронных, а также поступивших в ходе личных приемов и субботних телефонных прямых линий. Это меньше, чем было за такой же период в прошлом году. Основные темы – работа коммунальной сферы и состояние дорожного хозяйства. О дорогах, кстати, говорили и в этот раз. Причем не столько об их состоянии, оно известно и без дополнительных напоминаний, сколько о планах по ремонту. Работа по приведению их в порядок ведется системно, как непосредственно в населенном пункте в городском поселке Лельческий, так и в населенных пунктах-районах. И в зависимости от того, в каком они состоянии, где первоочередные, где второстепенные, здесь надо выстроить приоритет. Возможности, будем говорить, не всегда мы можем удовлетворить запросы граждан в полном объеме, и поэтому в первую очередь делаются те дороги и те уличная дорожная сеть, где, конечно, на наиболее худшем состоянии. Среди рассмотренных вопросов – открытие новых производств и создание рабочих мест. Что касается непосредственно Лельческого района, то одна из главных проблем здесь – отсутствие железной дороги. Построить завод не проблема, но перевозки продукции автомобильным транспортом наверняка будут нерентабельными. У Мозера открывали пилетный завод, сейчас открыли пилетный завод, и понятно, что нам нужна логистика транспортная. Мы могли бы его и здесь построить, так 20 человек сегодня для создания новых рабочих мест было никаких обременящих, но нужна логистика. Потому что мы должны учитывать, что мы сегодня продаем пилеты на Европу, но мы должны прекрасно понимать, что и транспорт сегодня – это ценовой фактор себестоимости. Немного позже председатель облсполкома еще раз обратится к вопросу трудоустройства. Сегодня во многих сельскохозяйственных предприятиях области ощущается значительная нехватка работников. Другое дело, что в ряде хозяйств необходимо навести порядок, и начинать нужно с подбора действительно профессиональных руководителей. Мы идем к тому, чтобы создать рабочие места на фермах, чтобы доярка пошла смену отработала на заводе и пошла до дома. У нас же есть примеры – шуруп, сноу. У шурупа доярка пришла в 5 часов ранницы, у часа до дома пошла. Засыпая, у 5 часов вечера вторая смена. И она приходит через день на работу. Три смены у них чередуются. То же самое и колхозов, к примеру, много. Она их на заводе дробила. И зарплату получила, ей покормили еще. Поэтому все у нас возможно. Все зависит от кого, от руководителя. Сегодня у нас, к примеру, возьмите, зыра Мозырская. Зарплата – полторы тысячи. Полторы тысячи. Что, не зарплата? С дальнейшими планами по возрождению села связан и еще один вопрос. Об этом тоже разговор во время приема граждан в Лельщицах. Даже при хороших зарплатах, но без наличия жилья, привлечь специалистов в сельскую местность проблематично. Условия жизни в деревне всегда будут отличаться от городских своей спецификой. Однако они должны быть действительно комфортными. Что касается жилья, конечно, мы должны смотреть и, в первую очередь, обращать внимание, как было сказано на заседании подсполкома, что мы не должны сегодня стягивать население в наши, как говорим, большие города или малые, а не забывать то, что сегодня мы должны строить жилье и на периферии, в частности наших населенных пунктов, городках, и дальше эту работу продолжать. Чтобы не стягивать кадры с деревень в города и потом думать, как обеспечить и трудостроить их в этих городах. А у нас есть незанятые места в сельском хозяйстве. На личном приеме у председателя облсполкома не только жители Гомельской области. Священник Александр Ковалько приехал из Клецка. Сейчас он строит церковь в Ганцевичском районе. Значительную помощь оказывают местные фермеры. Однако в последнее время они столкнулись с финансовыми проблемами, которые во многом связаны с нерасчетами сельскохозяйственных предприятий Гомельской области за полученную продукцию. Геннадий Соловей обещает рассмотреть вопрос. Я сюда ехал, но я понимал, что в любом случае решение какое-то будет. И то, что даже получилось с человеком попасть на прием, и он меня выслушал, я очень доволен этому. И люди, я еще расскажу, что на Клецчине очень хорошо знают и ценят этого человека. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели.